Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире программа «Горячая линия» и, как всегда, по средам мы общаемся с муниципальной властью и с теми органами, которые, скажем, делают жизнь нашего города лучше. Сегодня это не исключение и сегодня мы будем общаться с двумя интересными собеседниками, которые представляют такой вот достаточно вызывающий много споров институт, я бы сказал, который называется Агентство развития Николаева. Сегодня у меня в гостях Роман Ханжин, добрый вечер, и Матвей Казакевич, добрый вечер, Матвей. Сегодня мы будем говорить о тех проектах, которые не видно нам глазами и о тех проектах, которые заранее уже критикуют некоторые политики. И мы решили приоткрыть завесу тайн для того, чтобы каждый из нас понимал, на что тратятся бюджетные деньги и что же в результате мы получим. Ну, давайте начнем, наверное, с вас, Роман. Роман, что у нас там за проекты, что у нас там вообще творится в царстве государства? Ну, недавно Агентство развития Николаева подписало с иностранным фондом Western Needs Enterprise Fund договор о технической помощи в четырех проектах. Эти четыре проекта создание ресурсного центра, это создание концепции креативного пространства в городе Николаеве, это концепция реконструкции соборной площади и соборной улицы. И непосредственно проект, над которым работаем мы, это сбор данных, сбор аналитики и создание презентации, презентационного комплекса для инвесторов, которые заинтересованы во вложении средств в Николаев. Спасибо. Матвей, тогда у меня к вам вопрос, как к человеку, который организовывает подобные коммуникации инвесторы, это люди, собственно говоря, достаточно специфические. Какие планы? Чем вы собираетесь продавать Николаев в данных проектах? В первую очередь мы не можем предлагать человеку то, что ему не нужно, поэтому в первую очередь, конечно, сейчас идет работа по определению зон, которые являются в приоритете или интересны для потенциальных инвесторов, как западных, так и внутренних, национальных наших, в том числе и в виде вложений от государства. То есть государственные инвестиции вы тоже рассматриваете? Мы тоже рассматриваем. Поэтому здесь важно каждому элементу донести свою информацию. То есть если это говорится о национальном инвесторе, то это вопрос национальной безопасности даже может рассматриваться. А если говорится о западном инвесторе, то, конечно, они все заинтересованы в прибыли и там есть свои коммуникационные лоты. Подводные камни, да? Что ж, тогда у меня еще будет к вам вопрос. А какие бы, по вашему мнению, вот как вы считаете, в рамках данного проекта, каких бы вы больше инвесторов хотели? Все-таки западных коммерциализированных или государственных бюрократизированных? Не побоюсь такого сравнения. Хороший вопрос. Спасибо. Но государство, да, есть свой интерес, потому что оно все-таки свое ближе к телу. Но за последние 25 лет свое ближе к телу вывозилось в офшоры. Я так напомню вам историю нашего государства. Западные тоже интересные, привлекательные. Но все-таки стандарты работы достаточно требовательные. Я боюсь, что на первых порах сложно нашему человеку справиться со всем этим напором от западного инвестора. И просто, возможно, какие-то имиджевые потери, поскольку работа уже будет без нас. Ну, я хочу тогда вам сразу еще один проект, идею проекта подарить. Насколько я знаю, как-то в своей бытности я сталкивался с западными работодателями. И у них даже не такая система, грубо говоря, бухгалтерии, которая там, например, им обязательно сертификат КАПСИПА. Им можно, то есть, организуйте обучение, наши бухгалтеры с удовольствием переучатся, потому что отчетность у них не такая. Роман, давайте о проекте. Ну, вот громкое слово инвестиции, наверное, уже, я не знаю, кто его не повторяет. Наверное, только ленивый или тот, кто не умеет говорить. Все говорят об инвестициях, все говорят об инвестициях, мэр об этом говорил, что его позиция четкая для того, чтобы привести в город инвесторов. Для этого делаются определенные шаги, в том числе у нас в студии он об этом рассказывал, о том, что упрощается там взаимодействие с бизнесом и так далее. Вы, я так понял, решили как раз ловить вот этих инвесторов и привлекать в конкретные сферы. О каких сферах идет речь? Давайте вот с этого начнем. Ну, начали проект, как и говорилось, с анализа. То есть, мы в течение этих двух месяцев постоянно, ну, во-первых, изшерстили все, что есть в интернете, все, что есть на бумаге в исполкоме, все, что есть в статистике. И также мы встречались с представителями бизнеса, потому что это наши эксперты здесь. Они сами работают в поле, они сами знают свою нишу от А до Я и знают, какие есть подводные камни. В общении с этим бизнесом мы определяем то, где есть какой-то потенциал. Потому что в переговорах с инвесторами, которых там чуть-чуть было, в переговорах с экспертами, которых мы привлекаем в наш проект, выяснилось, что инвестору важна экономия их средств. То есть, это может быть либо то, что уже есть, то есть, им не надо вкладывать... То есть, какая-то начальная инфраструктура, да, имеется в виду? Да, да. То есть, они придут сюда, и у них уже есть там железная дорога, у них уже есть подключение к электричеству, у них уже тут подготовлено что-то. И им надо меньше вкладывать, чем в соседней стране. Ну, грубо говоря, чем в пустом поле, да. Да. Второй вопрос – это конкретный такой бизнес-профиль. То есть, если здесь есть цепь бизнеса, которая работает, и в нем есть ниша незанятая, они, допустим, закупают оборудование за рубежом, и есть смысл производителю этого оборудования быть возле своего клиента, снять вопрос логистики, снять вопрос доставки и быть здесь рядом. И параллельно с этим еще получить плюс от того, что дешевле рабочая сила, ему здесь выгоднее производить, и его слышать здесь. Вот такие вот ниши мы определяли. Это мы сейчас говорим о приоритетах для инвесторов, правильно? Почему мы можем быть более привыкательными? А я бы хотел услышать, и, наверное, наши зрители тоже, какие конкретно сферы бизнеса, что это там, не знаю, судостроение, куда мы привлекаем, где вы нашли на настоящий момент какие-то ниши, которые могут быть потенциально интересны инвесторам? Общаясь с бизнесом, естественно, мы увидели, мы начали смотреть на площади, которые есть в городе, и увидели эти три гиганта судостроительных завода, и решили проверить, а действительно ли оно там мертво. Нашли там пять фирм, которые занимаются премиум-сегментом яхт. Начали копать в этом направлении, пообщались с этими предпринимателями, они рассказали о своих нюансах, о том, как они работают. И в этой сфере оказывается в мире всего 680 предприятий. Из них по статистике только 70 предприятий действительно работают сейчас, что-то производят, и пять из них находятся в Николаеве. И эту информацию никто не знал. Ну, то есть наружу, как вот в таком виде, ее никто не показывал. Знают, что где-то в Николаеве есть какие-то предприятия, которые работают, и общий облик Николаева, он как-то мешал этим предприятиям привлекать зарубежных клиентов. Вот мы работаем над тем, чтобы улучшить этот облик, показать им действительно хорошие стороны этих предприятий, показать всю цепь производства, и для этих предприятий создать, привлечь сюда инвестора, который сделает какую-то часть из их цепи. Параллельно с этим… А есть какая-то потребность, вот вы общаясь с этими бизнесменами, есть какая-то потребность у них, или это закрытый цикл? Они сейчас работают в закрытом цикле, но также понимают, что можно отдавать какие-то… Допустим, у них закрытый цикл, они все здесь собирают, они подготавливают корпус, красят, оснащают, но все равно оснастку берут где-то в другом месте, иногда за рубежом. Стекла они заказывают тоже в другом месте, производитель этого стекла фигурного может быть здесь, и это очень выгодно, это дорого продается за рубежом, и здесь очень высокая добавочная стоимость, хороший заработок для города. И вот таких вот ниш там очень много. И второй плюс для города… Но это все связано, так понимаю, с самой спецификой этого судостроения, да, вот малого судостроения, правильно? Да, да, и также мало и специализированные судостроения, потому что зарубежные, даже государства, государственные органы, они часто заказывают специализированный флот для пограничников, для пожарников, для ловли рыбы там той же. И вот этот специализированный наш потенциал, наши обученные инженеры могут давать эти услуги. Параллельно с этим, параллельно с судостроением, если мы начнем раскладывать такие сферы, мы можем увидеть, что этот сегмент, он цепляет еще другой рынок. Вот у нас, допустим, рекреация есть. Мы посмотрели зонинг, который принят, и общаясь с экспертами, они нам сказали то, что вот этот зонинг – это очень сильный конек Николаева, потому что не все города приняли зонинг, не везде он так расписан красиво, и не везде понятно, куда идет инвестор. Потому что очень часто они приходят, им говорят, строим здесь, они начинают строить, а потом всплывают, что здесь какие-то ограничения, здесь не подходит зонинг, здесь надо что-то переделать, а у нас уже вот это вот основной слой, он уже есть. Прозрачные правила игры для бизнесов. Что ж, я тогда вот Матвею бы хотел задать вопрос, как специалисту в коммуникациях. Матвей, скажите, а как вы считаете, могут быть привлечены инвестиции, например, на освещение, просто деятельность этих наших заводов, может быть достаточно просто им дать клиентов? Вот таким вот способом. Освещение города? Освещение, вот мы сейчас говорили о малом судостроении, да, и вот вопрос стоит о том, что вот Роман говорит, что всего лишь таких 70 предприятий, которые работают, то есть, грубо говоря, это так в процентах, ну, порядка там 7%, да, плюс-минус, то есть 7% делается яхт, грубо говоря, в Николаеве, да, так может быть стоит просто этим предприятиям погромче о себе заявить и создать какую-то вот коммуникацию с потенциальными клиентами? Да, возможно, но объем вот работ, допустим, ресурсов потрачено на это, потому что это, по сути, как реклама, ну, это вот очень дорогостоящее, а так, если заявить, о мощностях полного комплекса, ну, и опять-таки, правильно это все дело поднести, ну, не будут нужны там бегать за каждым клиентом и просить его прийти, то есть, будет какая-то узнаваемость, как, скажем, там, бренда, да, и они сами будут уже по заявкам вполне работать и будет даже возможность выбирать клиентов, а не искать их и, опять-таки, тратить на это ресурсы. Ну, вот смотрите, у нас… очень нету, что Вы сказали. Да, действительно, Николаев это проблема, но, к сожалению, ну, так, можно шутиться, сказать, что, ну, нет, у нас шахты ДТЭКа, например, которые можно освещать, как они делают в других городах, где у них шахты есть. Ну, так уж получилось. Поэтому, да, есть проблема, ну, есть проблема, и есть определенные пути ее решения. Да, освещение вполне вероятно, но, опять-таки, это в инвестиционном комплексе это будет звучать, как повышение энергоэффективности города, когда все наши мачты освещения просто-напросто надо поменять на нормальные. Для этого тоже нужно взаимодействие, опять-таки, коммуникация со всеми вот членами рабочих групп. Хорошо. Спасибо большое. У меня тогда следующий вопрос. Ну, вот давайте мы сейчас вот эту вот тему, просто судостроение, это очень больная тема. У нас было очень много программ у нас и у наших коллег по телевизионному цеху, посвященных судостроению. В частности, вот, например, в деталях у меня было два гостя. Один из них утверждал, что у нас судостроение невозможно, это Сергей Бруковец. Другой, Лисицкий, утверждал, что возможно. Всегда становится вопрос, вот в обоих этих программах сквозной нитью шел персонал обученный. Ну, предположим, вот инвестор говорит, да, все мне выгодно, и здесь есть инфраструктура начальная, все, есть начальная клиент, какая-то клиентура, есть начальные заказы, то есть есть какая-то нагрузка уже сразу. В общем, как бы все здорово. Ну, пять предприятий, если там будет кто-то один обслуживать, не знаю, там, стекла, например, те же, вот, летите, да, то есть уже нагрузка есть. Как быть с обеспечением специалистами? Ведь мы, ну, мы человек, грубо говоря, людей позовем, финансы позовем, и кроме инфраструктуры, это тоже очень важный вопрос. Как с этим быть? Заход инвестора, это тоже большой проект. И когда инвестор входит, он определяет все риски и так далее. У нас есть основная инфраструктура. Это университеты, здания, это профессура, которая у нас осталась, это те, кто выучились этой профессурой и сейчас работают. Вопрос в том, чтобы обеспечить их рабочими местами и дать правильный заказ университету, потому что университеты тоже хотят... Но это же будет задержка 5 лет минимум. Для работ... Ну, инвестор приезжает сначала со своим менеджментом и со своими технологиями. И к этим технологиям подтягивает тех, кого обучают в университетах. У них есть практики, у них программа, это прописывается. По сути, построить предприятие, которое будет работать, даже на базе существующего. Это тоже проект не одного года. Очень часто там надо очень большие и временные, и финансовые вложения. И поэтому, к тому времени, когда заходит проект, они определяют, какие им специалисты нужны, сколько их есть и сколько надо обучить. А вот тут мы в такой лидирующей позиции, потому что у нас есть база для этого обучения. И нужна только программа. И нужно оборудование, на котором они будут учиться. С этим инвестор спокойно заходит, и мне кажется, это не будет проблемой. Хорошо. И последний вопрос, закрывая эту ветку, потому что щепетильный вопрос для Николаева. Вот этот флаг города Корабелов, он колеблется, то его снимают, то его одевают, особенно перед выборами. Роман, вот в какой период, как вы считаете, возможно, наличие инвесторов, которые создадут, давайте абстрактное число, тысячу рабочих мест в этой отрасли? Как вы себе... Я начну с Корабелов. Да, город Корабелов. Да, большие мы не сможем производить. У нас люди, когда слышат по поводу кораблестроения, у них сразу же в голове, авианосцы, Панамаксы здесь строят огромные баржи и так далее. Не будет этого. Не будет, потому что даже если гипотетически, мы представим, мы сейчас вложили много денег, отстроили все заводы, все работает, мы выставляем цену на наш корабль, который мы построим, на проект. Корея и Китай делают цену в два раза ниже, еще государственными дотациями компенсируют тем предприятиям, которые построили. И забирают этот заказ 100%. То есть здесь бодаться нет смысла. Малое специализирование кораблестроения это продукт, ну, в процентах, если сравнивать, добавочная стоимость выше. То есть наценка выше при постройке такого судна. Да, проблема в этой отрасли, потому что они работают на старых мощностях. Они очень умелые руки. То есть проблема в самом технологическом процессе, да? Да, оснащение скорости реализации проекта постройки. Поэтому есть, допустим, предприятие, которое строит яхту и после сварки ее не надо рихтовать. Она после сварки уже в идеальной форме. Это говорит о навыках тех людей, которые собирали этот корпус. В основном, когда его сваривают, металл играет, и его надо потом выравнивать, потом оно в воде где-то... Деформируется. Да, деформируется и так далее. Здесь сразу же цельный метод. То есть кадры есть. По поводу времени. К концу года мы планируем на основе той информации, которую мы соберем, сделать таких 5 бизнес-проектов и представлять их инвесторам. В конце года, в декабре месяце, у нас будут первые шаги в переговорах с инвесторами, которые заинтересованы в той или иной отрасли. На данный момент... Давайте продолжим тогда об отраслях. Мы с судостроением поговорили, что каких еще... Очень часто мэру задавали вопрос, в каких отраслях вы видите инвестиции? Я так понимаю, этим проектом вы как раз и хотите на него ответить. Давайте нашим зрителям расскажите, как вы увидели развитие Николаева, Николаевщины, в каких бизнес-сферах? Опять же, на данный момент по проанализированной информации сейчас. Я надеюсь, после программы к нам придут еще больше людей и нам расскажут еще больше, чего мы не знаем о Николаеве. Но сейчас у нас рекреация. У нас 2300 гектар рекреационных зон. Из них 957, по-моему, гектар это прибрежная зона. Это зонин, которая показывает, что здесь можно делать ехт-клуб, можно в любую речную рекреацию поднимать. И опять же, если оно касается нашей проживания, это развлечения любые, отели, опять же, яхт-клубы, прогулочные. У нас есть такой проект, как Николаев, место для моей яхты. Город моей яхты. Парковать яхту в Европе очень дорого. Там уже все занято и негде ее припарковать. Те, кто владеют европейскими яхтами, они могут спокойно парковать яхту здесь, приезжать сюда, отдыхать в городе несколько дней, делая ежедневные инвестиции в наш город. Потом садиться в свою яхту, выходить в Черное море и дальше, куда им интересно. Я так понимаю, идет речь о яхтах большого класса, океанических яхтах. Они могут быть самыми разными, потому что здесь очень специфическая сфера. Через море идти в любом случае на любой не пойдешь. Я со шведами общался, которые увлекаются этим. Они выходят спокойно в северные моря, которые по суровее будут, чем наши черные, на такие пластиковые яхты. Скандинавских викингов. Кроме того, у нас Бугский лиман осадка 10 метров. Я думаю, любая яхта пройдет. Хорошо. Рекреационная зона. Отлично. Что еще? Опять же, отсюда выходят сервисы. Так как у нас вот эти все предприятия, они работают от начала до конца. То есть, от куска металла до конечной яхты. Проектный сервис и то, чему учат в наших университетах, это тоже очень большая ниша. Вот такие вот проекты, они стоят по 200 тысяч долларов только за сам проект. Нарисовать яхту стоит 200 тысяч долларов. Да, правильный, который подойдет по регистрам и так далее. У нас есть специалисты, которые это могут делать. У нас нет рынка. В Европе есть рынок и дорогие услуги. То есть, за 199 тысяч долларов здесь сделают этот проект и его здесь купят. Просто они должны знать об этом. Это вот та коммуникация, это правильно подать, это все, что здесь это возможно. То есть, зарубежные проектные бюро могут заходить сюда, организовывать офис, давать работу нашим инженерам, нашим проектировщикам, которые будут делать Николаевский продукт опять же. То есть, оно будет, этот офис будет здесь. Если мы притащим очень именитый офис, то вокруг него вырастет еще пять таких офисов, потому что они любят быть рядом. Они любят пользоваться репутацией своих конкурентов и так далее. Дальше, сегодня только, вот общавшись с отраслями, у нас есть переработка сельхозпродукции. Дальнейшее, как вот, люблю приводить пример, хочется, чтобы Николаев превратился из банановой республики в место, где производят хотя бы банановое варенье. Это все. Также морехозяйственный комплекс тоже рассматривается, изучает сейчас. И гипотетически мы еще глубоко не зашли, но специализированное агропромышленное машиностроение, то есть, производство там тех же комбайнов, тракторов и так далее, которое может нести за собой производство каких-то деталей важных и отверточная сборка дальше уже самого трактора, самого продукта. Почему производство определенных деталей? Потому что, опять же, бизнес нам рассказал из-за того, что нет доступа на восток сейчас, в Николаеве рентабельным и оказывается интересным предприятие, которое может обрабатывать металлы до 100 миллиметров толщиной, гнуть такие трубы и так далее. На базе этого предприятия можно делать какие-то рамы, можно прорабатывать это дальше. Опять же, оно сейчас гипотетически... Расширять их ассортимент. Да. И заводить сюда производителей техники, которая пользуется спросом у нас же в регионе и в ближайших регионах. И здесь логистика и порт играют очень большую, очень важную роль, потому что в инвестициях одним из больших и ключевых факторов является логистика. То есть, сколько они потратят на то, чтобы доставить свой продукт. Роман, вот тут по поводу логистики и порта. У нас Николаевский порт считается самым дорогим портом по услугам. Это первый момент. Вы не думаете о том, что Одесса, порт Южный заберут перспективу перевалки через наши порты и только из-за себестоимости? Ну, Одесса, Южный это больше порты импорта. У нас мощный экспортный порт. Плюс из-за того, что он самый глубокий порт в отношении материк, в землю, Черноморского побережья. Это тоже дает свой плюс, потому что сюда в город заходит уже ЖД-ветка, сюда в город заходят магистрали и здесь логистика снимается. По поводу того, что дорогой, но здесь все в балансе надо смотреть. То есть, где-то платишь больше, но экономишь на другом. Что ж, у нас осталась одна минута программы. Конечно, я хочу от своего лица пожелать вам успехов. Мы ждем уже инвестиций, ждем какого-то прорыва, ждем чудо экономического. От себя хочу добавить, да, действительно, когда-то еще Карл Марс сказал о том, что добавленная стоимость это то, что приносит экономическое развитие. И, собственно говоря, наверное, в этом всем имеет смысл быть. То есть, в декабре посмотрим на первые ваши успехи. На этом я хочу с вами попрощаться. У нас были представители, точнее, проект-менеджеры агенции развития Николаева. И надеемся, что в результате Николаев таки разобьется. А я с вами прощаюсь до следующей среды. Как всегда в 19.30 на телеканале Николаев. Горячая линия. Не пропустите. Редактор субтитров А.Семкин